подписываемся ставим лайки поехали гранд каньон в аризоне однозначно является одним из тех мест которые многие люди включают в свой список посещений путешествуя по миру и не зря это одно из природных чудес света и она абсолютно потрясающие захватывающие в этом видео представляем вашему вниманию 12 любопытных фактов о гранд каньоне о которых многие не знают один фактический размер как следует из названия большой каньон очень большой а точнее огромный еще точнее это 4927 километров в то время как северный и южный склон находится на расстоянии всего 16 километров требуется около пяти часов и 346 километров езды чтобы объехать его и добраться от одного конца до другого 2 уникальная температурная система гранд каньон не только впечатляет своими размерами но и имеет глубину 1893 метров самой нижней точки из-за большой глубины температура резко различается в разных точках в зависимости от высоты на южном склоне самая высокая температура составляет 17 градусов то время как на северном она составляет всего 13 градусов призрачная раньше которая находится ниже на 1500 метров чем южный край и примерно на 1800 метров ниже северный край самое теплое место со средней температурой 30 градусов летом на самом деле призрачная раньше самое сухое и жаркое место каньона и она находится всего в 14,5 километра от самого холодного и самого влажного места станции ярких ангелов рейнджеров 3 гранд каньону 70 миллионов лет несколько веков назад река колорадо прорезала тысячи километров горной породы хранящую важную информацию благодаря которой ученые должны были выяснить сколько же лет на самом деле существует это удивительное место согласно исследованию проведенному в 2014 году возраст каньона составляет 70 миллионов лет тем не менее большая его часть датируется около 5 миллионов лет когда впервые начала протекать река колорадо но точно известно что самые древние человеческие артефакты найденные в каньоне датируются 12 тысяч лет назад самые ранние жители этой территории были коренные американцы и это пока не оспаривается племя хавасупай уже более 800 лет называет это место своей многовековой родиной и при посещении каньона можно изучить резервацию 4 заповедник с уникальным ландшафтом теодор рузвельт посетил большой каньон в 1903 году и был глубоко тронут уникальным ландшафтом он знал что чудо природы должно быть защищено в его первозданном состоянии сохранено для будущих поколений и он обратился к народу национальное настроение было на его стороне идея сохранения природных ресурсов и концепция национального парка только набирались силы на рубеже 20 века в 1906 году рузвельт подписал законопроект провозгласивший территорию большого каньона заповедником а в 1908 году национальным памятником природы 5 пожар в гранд каньоне тушить не нужно естественный инстинкт человека увидевшего пожар потушить его это последнее что нужно делать когда в гранд каньоне начинается пожар естественные пожары происходили в этом районе на протяжении веков и они полезны для экосистемы они помогают естественным образом перерабатывать сухой лес пепел и залу из которых питательные вещества поступают в почву и стимулируют рост новых растений в течение прошлого столетия пожары часто тушились людьми это привело к неестественному накоплению живых и мертвых деревьев кустарников и травы сегодня пожары контролируются пожарными но никогда полностью не тушится 6 удивительная дикая природа в гранд каньоне обитают 373 вида птиц 91 вид млекопитающих 58 видов рептилий и амфибий и 18 видов рыб рыба является самым необычным видом обитаемым в этом удивительном месте так как до современных мер по борьбе с наводнениями река колорадо была самой неблагоприятной средой обитания для рыбы из-за частых наводнений экстремальных температур летом и зимой на самом деле только 8 индивичных видов рыб являются свойственными для этой реки 7 опасные жители каньона весь юго-запад аризоны полон гремучих змей и гранд каньон ничем не исключением многие туристы боятся столкнуться со змеями при изучении каньона но в парке никогда не было смертельных случаев от укусы ядовитой змей есть невероятные истории связанные со змеей поговаривают что однажды женщину которая переплыла бурную реку укусила гремучая змея на пляже но она умудрилась переплыть назад и была спасена благодаря быстрой медицинской помощи на вертолете еще один повод для беспокойства в заповеднике это каменная белка животное кусает десятки посетителей каждый год которые пытаются ее накормить 8 в гранд каньоне есть жители деревня супы расположена в индейской резервации хавасупай и насчитывает 208 жителей это самое отдаленное поселение в континентальной части сша и добраться к нему по дороге невозможно их попросту нет это также последнее место в стране где почта до сих пор доставляется мулом 9 авиакатастрофа в большом каньоне произошел чрезвычайно несчастный случай самолетом который привел к основанию федерального агентства по авиации в 1956 году два рейса вылетели из международного аэропорта лос-анджелеса один летел в канзас-сити а другой в чикаго эти два самолета не должны были встретиться но из-за погоды оба пилота вынуждены были сойти с курса чтобы избежать опасных скоплений грозовых туч облетая одно и то же облако с противоположных сторон оба самолета столкнулись над каньоном все пассажиры на бортах погибли последующее расследование выявило недостатки в управлении воздушным движением в таких условиях и ситуациях что и послужило толчком для создания фа 10 мистификация в апреле 1909 года аризонский вестник опубликовал ложный отчет о следах тибетской цивилизации найденной в подземном туннеле в гранд каньоне археологов тогда финансировал смитсоновский институт но когда их об этом спросили организация опровергла всю историю утверждая что они никогда не слышали имена этих археологов исследователей по сей день некоторые теоретики заговора полагают что это могло быть правительственной тайной и что археологи действительно там что-то нашли 11 один из самых популярных национальных парков в течение 2019 года гранд каньон был вторым после национального парка great smoky mountains по количеству посетителей колоссальные 5,97 миллиона посетителей пришли посмотреть красоту каньона для сравнения в 1919 году парк посетила всего 44 тысячи 170 человек стоит отметить что большой каньон не самый глубокий и не самый большой в мире великий каньон ярлунг циангпа в тибете имеет глубину 5,35 километра что на три километра глубже и на 48 километров длиннее чем аризонский каньон несмотря на это гранд каньон самый известный 12 секретные пещеры каньон до сих пор не раскрыл все свои тайные секреты в парке около тысячи пещер но только 335 из них были исследованы и зарегистрированы это означает что 70 процентов пещер каньона людям неизвестны только одна из них под названием пещер куполов хор шумеса открыта для посещения если понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал